Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А кто здесь впервые, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Итак, у меня сегодня в кадре педикюр. Вот такие вот ножки. Есть на топтыши на пятках и на плюсневой части. Для начала обрабатываю ножки клиентки антисептиком и приступаю к работе. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой на 20 тысячах оборотов. Здесь девушка ударилась пальчиком и так сильно, что откололся гель-лак вместе со своим ногтем. Убираю гель-лак полностью и срезаю длину. Далее опиливаю форму, слегка закругляю уголочки. На большом пальчике видно, что не хватает уголочка. Здесь, в принципе, на этих ножках нет никакой проблемы с врастанием или с арочностью ногтей, поэтому спокойно можно дорастить уголочек. Для эстетики. Далее фрезой пламя с синей насечкой примерно на 17 тысячах оборотов, вычищаю птеригий. Сильно глубоко под кутикулу не захожу, так как известно, что в педикюре нет особо подкутикульного кармана. Здесь на видео видно, что диаметр фрезы великоват для этих ноготочков. Если не высокие валики и не сильно арочные ногти, можно было взять, конечно, диаметр фрезы поменьше. Здесь идеально подошел бы 0,21. Но, как всегда, все недочеты видны на видео. Очень важно смотреть на свои работы со стороны. Левую сторону обрабатываю на форварде, а правую на реверсе. Субтитры делал DimaTorzok Далее сразу же на реверсе поднимаю кутикулу юбочкой. Ставлю фрезу перпендикулярно ногтю, снижаю слегка обороты, работаю примерно на 15 тысячах и поднимаю кутикулу юбочкой. Теперь остается срезать ее. Делаю это шаром с красной насечкой 0,33 диаметра. Еще больше снижаю обороты примерно на 10-12 тысяч. Здесь уже выбирайте сами обороты и абразивность. Если кутикула не срезается, можно взять шарик поабразивнее и снизить обороты. А если человеку печет, значит вы топчетесь на одном месте. Значит увеличивайте обороты и проходитесь один или два раза максимум. Далее хочется еще почистить под ногтевые валики, поэтому капаю ремувером, жду минуточку и вычищаю уже размягченную кожу. В правом уголочке я нашла маленький шипик, его нужно срезать. Аккуратно срезаю именно шип, ноготь не трогаю. И в левом уголочке дорезаю кожу. Теперь приступаю к обработке стоп. Что мы видим? Здесь тонкая кожа, сухие натоптыши и я буду обрабатывать на сухую дисками. Сначала приклеиваю файл на 100 грит и снимаю самый огрубевший слой кожи. Работаю на 15 тысячах оборотов. На одном месте не задерживаюсь и обрабатываю всю пяточку. Аппарат у меня включен на форварде. Недавно прочитала комментарий по поводу того, что клиент испытывает неприятные ощущения при работе дисками. В первую очередь никакого нажима на диск не должно быть. На одном месте тоже долго не работаем. Жжение происходит от того, что насадка нагревается или вы работаете на слишком высоких оборотов. Попробуйте снизить обороты и не давите на диск. Работаем без нажима. Еще читала комментарии по поводу пыли. Да, конечно, пыль будет, ведь это сухая обработка стоп вращающимся инструментом. Поэтому здесь важна очень хорошая вытяжка. Я свою рекомендовать не буду, потому что засасывает она только пыль, которая летит с пятки. То, что летит с остальной части стопы, уже не дотягивает. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь обрабатываю натоптышей на плюсневой части. Субтитры сделал DimaTorzok Меняю файл на 180 грит и обрабатываю пальчики. Грубой гритностью я пальчики не обрабатываю, только 180. Далее этим же файлом прохожусь по всей стопе. В 180 гритностью очень хорошо шлифуется стопа. Последняя в обработке стопы это полировка. Обрабатываю файлами на 320 грит. Субтитры сделал DimaTorzok Обработка стопы окончена. Убираю пыль с помощью водички в пульверизаторе и посмотрим на результат. Вот такие вот у нас пяточки стопы получились. Для этих ножек идеально подходит такая обработка. Теперь приступаю к покрытию. Но для начала донарощу уголочек. Покрываю ноготь жидкой базой. Работаю торговой маркой Атика. Просушила в лампе 30 секунд и выкладываю полигель именно на этот уголочек. Разравниваю кистью смоченной в спирте. Просушила 60 секунд. Вытерла липкий слой. И теперь опиливаю. Убираю толщину материала. Делаю максимально натуральный уголочек. Также его скругляю. Выравниваю по длине. И убираю всю пыль для дальнейшей работы. Покрывать буду розовым гель-лаком от Milano 0.32 из палитры 10 мл. Этот цветник полупрозрачный, неукрывистый. Поэтому работаю им в два тонких слоя с промежуточной просушкой. Теперь белым гель-лаком у меня от фирмы Arbix. Рисую френч. А на больших ноготочках сделаем дизайн из гибких лент. Предварительно я сняла липкий слой и приклеиваю ленты. Лишнее отрезаю ножничками. Закрашиваю полосочку серебряным глиттерным лаком. Просушиваю в лампе и перекрываю все топом. Просушила в лампе 60 секунд. Вытираю липкий слой и подпиливаю торец для лучшей формы. Вот такой вот у нас получился сегодня результат. Если вам понравился сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии. Мне будет приятно. А я всем желаю хорошего вечера, успехов в работе и до новых встреч. Всем пока-пока!